Привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Таксистские войны». Сегодня в видео вы увидите, как очередное чепушило, которое поверило в себя, сломало зеркало автомобиля нашему коллеге-таксисту. У меня будет огромная просьба написать свой комментарий под этим видео, чтобы эта богодатая девочка, которая даже не может заплатить за себя в такси, за нее платить ее подруге, получила народное порицание. Также поставить лайк, ну и поделиться этим видео со своими друзьями. Предпросмотрим видео, немножко полезной информации для таксистов, чтобы у вас не было таких ситуаций. Погнали, смотрите! Если вы в поисках надежного парка для работы, рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Также они начали сотрудничать с Яндекс.Едой. С 1 сентября в силу вступил новый закон о такси, к которому нужно будет адаптироваться. Эксперт Парк подготовит программу сопровождения водителя. Техподдержка Парка проконсультирует вас по всей необходимой документации. А я и дальше буду держать вас в курсе и рассказывать о изменениях в работе. Сам лично работаю через Эксперт Парк. Комиссия Парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть бонус 1000 рублей за приведенного друга. Собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплаты ежедневные без комиссии. Четыре вида моменталок. В Эксперт Парке вы можете приобрести термокороб. Доставка короба в любой город России бесплатная. Также стартовала новая программа для парковых самозанятых Эксперт Парк 2.0. Комиссия Парка для парковых самозанятых снижена 40 рублей. Повышен бонус за приведенного друга 1500 рублей и повышение приоритета на 5 баллов. Все ссылки будут в описании. Техподдержка работает круглосуточно и ответит на все ваши вопросы. Субтитры делал DimaTorzok Соблата еще раз говорю, прям сейчас разберемся и тронемся. Ну давай, переключи наверх. Не вас снимает, она меня снимает. Ну как так, ты же берешься, сейчас все снимает. Я не видел ролики с таксистами, что ли? Хотите, можете такси просто перезаказать и все? Стои, друг, а я тебе что, я его переключу, что ли? Так он же, ну, меня снимает. Все, что происходит. Меня не снимает он? Тебя? Да снимает, все, поехали. Поехали, все четко, поехали. Горю, хорошо наперед заплатить? Мы заплатим наперед. Платим, едем. Ирина, у нас банкир. Бля, что за? Брат, я кольцо калючей забыл. Может, сейчас по пути там посмотрим, справа или слева остановимся? Бля, хочешь тебе рассказ расскажу? Короче, понял? Вот таксист... Время, сколько, грубо? Ты меня слушай внимательно. Ау, бля, сейчас, братан, я пьяный, пойду в паспорт и стол меня заберут оттуда. Снимает, вот, нам не по закону. Оплата каждый раз, вот, по закону, даже в такси прописана в конце поездки. То есть таксист говорит... Правильно. Да он тебе скажет нереально. Я тебе говорю. 911? А, да, да. Просто. Если таксист говорит, да, вызывай новое такси, ты сидишь в такси, похуй. Хоть два часа сидишь, вообще похуй. Вызовите во срок, ты обязан, ну, не обязан, есть правило заплатить по концу поездки. Если тебя, блядь, собьют, нахуй, авария будет, ты чё, ты за что заплатил? За аварию, блядь? Снимите дальше. 0-0-9. Назравилось, что ли? Угу. А вот скоро он... Синько. Не забудьте выритиковать. Бля, братан, если клянусь, высветишься где-то моё ебало в этих камерах. Да, нет, если... Если... Если, ну, если... А платили все четко у нас, все четко какие. Ты не переживай. Да, это что-то есть какие-то конфликты обычно, чё там? Тут поездку кинуешь, да? Не-не-не, братан, я вообще не переживаю. Переживать это не в моём репорт-варе, на самом деле. Знаю, если я себя в Ютубе увидел, то я... 190 скинули. Я с тобой камеру заберу, ты выходи. Да, 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 да. Слышишь, чё? А. Да, трудослышишь, если паспорт, на стол, со скаке работает. 911? Ага. 0-0-9. Чем 200 метров поверните налево. А 14 депро айфон могу на заряд поставить или свой шум? А здесь негде, блин. На натуре нет. Да. Бля. Тачки, что тут? А как там уходят? Так. Мы 519 скинули. Вась, вот тут ха-ха-ха. А здесь цена переменная, завестись в ропу, пойдём. А, вот мы вам не можем везде перевести, значит, мы перейдём к этой поездке. Ну, мы вас не обманываем, честное слово. Ну, просто чуть-чуть смеялся, но уедем. Едем и бескрепим. На видово. А чё, это тима комфортный, как? А? Вы комфорт для бэби. Начинаю, генни, а, с кого на сцене. В прошлый раз у меня было 10 плюс зенов, 20 плюс зенов, я захлёбывался в пен. Чё? Тут справа закладку закладку закладку. Да ебать, я здесь и справа, и слева, и спереди, и сзади, где только не закладывался. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Руманусь, ты нахуй, что? Скидываю разницу сейчас и всё. Какую разницу? Друг, мы тебе перевели сумму? А? Да. Да ни хуя, бля. Так, диктуйся намерку. Ты нам сумму полностью скинишь, что мы тебе отправили? Давайте, ребята, вчера не убираемся. Да пизду идите нахуй, я ваш урок тоже еду. Друзья, скидывайте. Пойдём. Да скидывался нахуй, дураки-то. Давай, Иван. У меня всё равно, я просто, если сейчас мы поедем на адрес, мне Яндекс почти пересчитает поездку, в любом случае, комиссию. Нет, давайте лучше просто, я не скажу, что я машину для тебя. Я вот с утра качели и не хочу. Друзья, вам скажите спасибо. Сейчас вам разницу верну, да-да-да. Иван. Так, выставили. Триста. Пятьсот девяносто. Пятьсот девяносто. Минус четыреста десять. Стоит. Стоит. Пятьсот рублей. Стоит. Так, ваши четыреста восемьдесят. До свидания. Ой, как лопает. Ой, как лопает. Ну, вот такие, друзья, у нас движухи по утрам бывают. Что думаете? Что думаете по этому поводу? Пишите. Пишите. Пишите в комментариях. Тихо ты, бах ты, блядь. Берет, зеркало ломает. Представляете? А потом в интернет не хочет попадать. Да таких людей не то, что возить. Чуечка мне говорила, сразу не вези такого. Взял только что с ноги, ударил в зеркало и убежал. Вот люди такие, да? Ну, видно, что люди побитые, как бы. В жизни у них не все хорошо. Вот, ну, благо, зеркало не сломалось. Друзья, вот, а что с них возьмешь, да? Видно, что физиономия уже, как бы, ну, уже повреждена, да? А жизнь все равно ничему не учит. То есть, как бы, ну, драться в 21 веке. Ну, можно, конечно. Ну, дашь ты ему один раз. Конечно, вот этот вариант быстрее всего не побежит вписать заявление, но Бог его знает, зачем рисковать. Да и плюс двое на одного тоже можно, как бы, и отгрести. Поэтому... Поэтому, да. Такие вот ситуации. Похоже, надо покупать перцовый баллончик, зараза. Вот наш выход из этой ситуации. Меньше проблем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!